Доброе утро, друзья! Это «Маланка. Регионы», где всего за несколько минут рассказываем о самых важных событиях из разных уголков Белоруссии. Если вы думали, что власти про вас забыли, то мы точно нет. Поэтому пишите в наш анонимный телеграм-бот о проблемах в вашем регионе. Мы обязательно о них расскажем. Российские войска нанесли удар по украинскому населенному пункту, который расположен всего в полутора километрах от Добрыжского района Гомельской области. Какие цели преследовала армия оккупантов, бомбя село Санковка, неизвестно. Находится эта деревня в районе бывшего погранперехода «Три сестры», где недавно и так была подорвана украинская часть дороги. Стреляли по селу и ствольные артиллерии с территории Бранщины. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Тем временем, по информации сообщества железнодорожников в Белоруссии, военные арсеналы на территории Гомельской области стали крупнейшими поставщиками снарядов для российской войны в Украине. Со станции Добрыж, Центролит, Новобелийская, Речица за год было погружено и вывезено 131,5 тонны боеприпасов. Это около половины всех снарядов, которые режим Лукашенко поставил России. В 72-м гвардейском объединенном учебном центре в Борисовских печах призывникам на присяге подарили карточки с портретом Лукашенко. Судя по фотоотчету пропагандистов, на красно-зеленых бумажках формата календарика, помимо изображения диктатора в форме генералиссимуса, содержится его цитата. Это вырезка из окончания его выступления во время послания народу в августе 2020 года. Правда, сама фраза сокращена, из нее выкинули все отсылки к протестам и рассуждениям про независимость Беларуси. На листик попала только финальная часть высказывания с возведенными в культ словами Лукашенко про «любимую не отдают». На оборотной стороне карточки – напутствие на службу от начальника 72-го учебного центра Вадима Сурова, в котором тот говорит, что мужская зрелость определяется многими факторами, один из которых – служба в армии. Важно отметить, что, по крайней мере, те призывники, которые позировали перед объективами пропагандистов, похоже, с гордостью приняли этот удивительный подарок. И, возможно, даже будут носить его в нагрудном кармане всю службу. В Светлогорске задержано как минимум пять сотрудников местного телеканала «Ранок». По информации правозащитников Гомельской весны, зачисткой руководил гомельский губопик. При этом неназванные источники говорят, что официальной причиной для задержания стала подписка на группу «Светлик Светлогорск», которая не является экстремистской. Хотя в эту версию мало кто верит. Знакомые с ситуацией считают, что претензии силовиков вызвал сюжет про взрыв на Светлогорском целлюлозно-картонном кабинете. Где погибли три человека. Косвенно это подтверждает и то, что параллельно с задержанием журналистов на ковер в райисполком был вызван директор телеканала. Напомним, взрыв на Светлогорском ЦКК произошел 7 июня. Он был такой силой, что в здании выбивало стекла и разворотило обшивку стен. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, которым оказали помощь на месте, и госпитализация им не потребовалась. Но позже стало известно, что сотрудники МЧС нашли под завалами останки еще троих человек. Судя по тому, что администрация завода подтвердила смерти только на следующий день после взрыва, эту информацию хотели сохранить втайне. И именно ее опубличивание, скорее всего, стало причиной задержания журналистов. В деревне Выход Целезненского района Витебской области крупная птица из семейства грифов терроризирует местных аистов. Хищника сумели сфотографировать и опознали, как белоголового сипа. По словам очевидцев, хищник появился в деревне еще 7 июня, а уже к 9 июня разорил три гнезда аистов. Его пытались отпугнуть, в том числе с помощью выстрела в воздух, но он все равно возвращался гнездом. Белоголовые сипы не гнездятся в Беларуси. До появления в Лиозно их лишь 5 раз регистрировали в нашей стране. Впервые в 1924 году тогда двух птиц встретили в Витебском районе. Одну из них удалось словить и передать в зоомузей БГУ. Белоголовые сипы гнездятся в горестых и засушливых регионах Южной Европы, Кавказа, Ближнего Востока, Центральной и Южной Азии. Ближе всего к Беларуси эти крупные грифовые гнездятся в Крыму. Как правило, это оседлые птицы, но вне периода размножения, который у них начинается в январе, отдельные сипы могут совершать дальнее путешествие. С пятницы очередь из грузового транспорта на въезд в ЕС увеличилась в 2,5 раза. По данным Госпогранкомитета, на протяжении выходных дней очереди из грузовых авто фиксировались перед польским пунктом пропуска Кукурыки-Козловичи. Причем, по мнению беларусов, виновны, как всегда, их коллеги из соседней страны, которые за два дня пропустили на свою территорию всего 45% фур от нормы. Большие грузы также объезжали в ЕС с задержками через литовские пункты пропуска Котловка, Каменный Лог и Бенякони. По Гранкомитете отдельно отметили, что, несмотря на увеличение транспортного потока, контрольные службы польского пункта пропуска Тересполь-Брест также продолжали оформлять около 30% авто от нормы, то есть в среднем 21 автомобиль в час вместо положенных 70. Также сообщается, что в течение выходных дней перед всеми литовскими пунктами пропуска фиксировались очереди из легковушек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова